здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья очень интересная информация мне попалась на глаза эту информацию я уже раньше слышал ее неоднократно заявлял сам жириновский но в принципе как к жириновскому вопросы так как этому человеку у меня тоже вопросы почему почему они не называют фамилии информация эта опубликована на сайте интерфакса статья называется губернатор фургал рассказал о н.к. что от него требовали подать в отставку еще раз напомню что эта информация не свежая но раньше почему-то я ее не видел обвиняемые в организации ликвидации определенной категории граждан губернатор хабаровского края сергей фургал и получает свежих газет из сизу лефортов а также письма передач сообщили в среду интерфаксу член общественно-наблюдательной комиссии ела меркачева собеседница агентства также заявила что от губернатора требовали уйти в отставку посетили вчера фургал он пока в карантинной камере с неработающим телевизором но мы это уже все слышали ему принесли газеты от начала месяца разговоре он спрашивал говорят ли о нем ругают ли переживают что оторван от реальности сказала меркачева но принципе тут пока ничего нового и дальше он заявляет в ходе встречи один из членов комиссии спросил не оказывали ли на него давление чтобы он оставил свой пост на что фургал успел ответить что в сизо такого давления не было но требовали это в другом месте сказала собеседница агентства также она добавила что хабаровский губернатор может слушать радио но только один научно-популярный канал интересная конечно это информация фургал также пожалуйста что до сих пор не получил писем и передач но мы знаем что и до сих пор это происходит очень таки друзья интересная информация даже не то что а ему там какие-то газеты не приносят по радио одну волну включают даже суть не в этом интересен друзья тот факт что и жириновский ведь заявлял что он владеет информацией что фургалу поступали угрозы угрозы какого плана плана такого что он должен покинуть пост губернатора хабаровского края если это не произойдет то там последует какие-то непонятные ну скажем так не совсем хорошие приемлемые для фургала последствия и сейчас мы слышим то же самое от фургала эта информация у нас от 15 июля 2020 года но друзья она по прошествии скажем так 25 дней не стала менее актуальна она актуальна и на данный момент мне интересно друзья в этой ситуации а следующее почему ни жириновский не фургал не называют фамилии от кого от кого конкретно поступали угрозы раньше я слышал только это от жириновского ну я предполагал что возможно фургал делился с ним этой информацией но фамилии не называл сейчас же заявляет это и фургал что мешает фургалу рассказать с чьей стороны было это давление кто ему намекал либо прямо говорил что он должен уйти с поста губернатора что якобы он там кому-то мешает кто конкретно ему говорил эти слова если вы скажете что ну он боится может быть за себя за своих близких если он боялся из-за себя и своих близких конечно он боится это убирать нельзя это в сторону но друзья обратите внимание что если бы он боялся то тогда он вообще бы не говорю что это произошло потому что ведь и сам факт сам факт а вот того что он сказал что ему поступали уже угрозы возникает после этого большое количество вопросов но ведь он не побоялся он это сказал и как минимум он понимал что вот после вот этих заявлений последует такой вопрос а кто кто конкретно говорил это кто угрожал а кто скажем так склонял каким-то действиям и вот у меня сейчас возникает вопрос кто кто этот человек почему не фургал не тот же жириновский никак не озвучивают эту фамилию или группу этих лиц я думаю возможно тут не один человек был замешан в этой ситуации либо может быть они ждут какого-то определенного момента то есть сейчас рано это говорить они скажут позже когда адвокат мы знаем что теперь у фургала новые адвокаты этих адвокатов оплатили люди хабаровского края но не только люди хабаровского края очень много денежных средств переводилось на счета фургала это люди скажем всей российской федерации вот так же подключились к этому я думал они самоустранились то есть члены лдпр нет оказывается они тоже подключились они нашли какого-то хорошего достойного вроде как человека пока я про него сказать ничего плохого не могу который будет представлять интересы фургала то есть там и деньги лдпр и деньги простых людей возможно они ждут когда этот человек выстроит какую-то определенную линию защиты и после этого уже сообщат кто этот человек кто конкретно говорил фургала что ты вдруг уйди отсюда пока скажем так беды не случилось может быть поэтому такое молчание происходит но я еще раз говорю мне кажется если фургал заявил вот эти вот вещи то он скажет и рано или поздно кто кто конкретно не давал ему работать кто там приходил с такими вопросами и так далее надеюсь друзья все-таки это произойдет и когда эти фамилии будут названы то все-таки уже будет проще тогда решать кому был неугоден фургал на этом месте и кто скажем так как мне кажется на мой взгляд друзья я выражаю сейчас только свое мнение сфабриковал сфабриковал вот это дело вокруг фургала либо вспомнил в такой момент не не раньше когда это нужно было скажем так вспоминать а именно сейчас когда фургал стал неугоден надеюсь что мы узнаем эти фамилии друзья все уже встанет на свои места на этом у меня все всем кому понравилось видео ставьте классы подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч до новых встреч